Всем привет дорогие друзья, с вами Марс. Сегодня я вам расскажу как устанавливать моды на Fallout 4. Многим из вас известно, что Fallout, вся серия начиная с третьей части, да в общем-то как и множество последних игр Bethesda, просто заставили мододелов очень и очень поднять свое дело. Вспомним тот же Oblivion, на который до сих пор выпускаются замечательнейшие моды во всех отраслях, которые улучшают игру. И закончим тем же Skyrim, хотя нет, лучше все-таки закончить чем-то поновее, правда? Fallout 4. Мододелы, хоть еще и не выпущен редактор, собственно, как CreatorKids, скорее всего он именно такими будет. Мододелы уже умудряются создавать хорошие моды. И я вот выбрал, например, сегодня три мода, которые я покажу как установить, ну хотя бы один из них покажу как установить. И, собственно, расскажу про сам процесс. Но перед этим хотелось бы рассказать вам о приготовлениях. Нам нужно проследовать папку «Мои документы», найти там папку «My Games», в ней же, соответственно, найти Fallout 4. Здесь нам нужно отредактировать буквально два файла. Во-первых, это Fallout 4. Найти в нем вкладку под названием «Архивы». Вот они. Архивы. И вот в эту строчку дописать еще две папки. Вот, собственно, текстуры и меши. Это нужно для того, чтобы игра распознавала, где у нас лежат, собственно, файлы, которые она должна использовать. Если в Skyrim'е движок уже прописан, именно на моды, то здесь нужно вот внести такие изменения. Вторая же папка, которая нам понадобится, это Fallout 4 Prefs. Собственно, тут нам надо найти пункт под названием «Launcher». «Interface», «General», «Main», «Где проклятый лаунчер». Вот он. И добавить в него вот такую вот строчку. Надеюсь, вам хорошо видно. Я это все постараюсь оставить в описании. Если же я забуду, напомните мне, пожалуйста, в этом в комментариях. На этом же, в принципе, подготовка является законченной, потому что, ну, все дальше происходит, как в Skyrim'е. Мы просто бросаем файлы мода, собственно, в папку с игрой. Настоятельно прошу вас читать Readme файлы при модах, потому что вот здесь, вот как я показывал, где нужно дописывать папки, в которых будут лежать файлы для мода. Тут может быть еще и Music, еще и остальные папки. Я пока пользуюсь только вот мешами и текстурами. Могут добавляться и остальные папки, поэтому вам придется это все дописывать самим. Что ж, продолжим. Нам нужно добраться до папки с игрой. У нас есть ярлык на рабочем столе Fallout 4. Выбираем свойства. Убираем расположение файлов. Вот наша папка. Нас интересует, собственно, папка Data, в которой и должны лежать наши моды. Как видите, тут их нет. Соответственно. Вот так вот будет удобнее. Но тут уже есть одна из прописанных папок. Соответственно, откроем, например, первый же мод. Новый вид диалогов. Я сделаю обзор модов в первую серию. Вот, собственно, по этим трем. Тут есть в описании несколько видов этих диалогов. Могут быть они такими. Или же такими. Могут быть пронумерованными. На это я и выберу. Или уже, как вы видите, все больше и больше с разделениями. Разделения пронумерованы. И полностью выделены. Так. N, U, N. Хорошо. Выберем, пожалуй. Вот. Вот она, да. И вот как раз эти папочки. Значит, отправим первую папку. И вот N, U, N. Вот и все, собственно. Теперь нам осталось, в принципе, только обновить страницу, зайти в Fallout и посмотреть, что поменялось. Аналогично же будет устанавливаться мод под названием Lowed Weapons. Мы просто возьмем папку Meshay и кинем ее буквально в папочку Data. Собственно, у нас появится папка Meshay, которую мы уже перед этим прописали в редакторе. Третий мод устанавливается немножко по-другому, потому что, ну, во-первых, это текстура крови. А это уже посложнее текстуры. Но, как правило, при каждом моде есть примечание установки. То есть, как вы видите, тут все очень прекрасно прописано. То есть, что нужно добавлять, что нужно исправить. Вот, как вы видите. Тут еще надо в дисплее было дописать значение Light Timer. То есть, значение, пока оно будет оставаться на экране. Это я уже у себя прописал. Но, собственно, будет устанавливаться все довольно просто и согласно инструкции. Что ж, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр. С вами был Марс. До новых видео. Всем пока. Продолжение следует...